всем привет мои хорошие как у вас дела как настроение чем занимаетесь так что хотела сказать ну принципе как обычно ничего особенного я недавно получила серебряную кнопку и принимала поздравление под видео распаковкой распаковку делала прямом эфире хотела поблагодарить каждого кто поздравил спасибо мои хорошие огромное вам спасибо если бы не было вас принципе не было бы этой серебряной кнопки тоже поступил вопрос на самом деле а кнопка из серебра конечно нет нет это она просто называется серебряной кнопкой так поудобнее возьму телефон так 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 неудобно вообще удержать старый телефон не было намного удобнее держать кнопка конечно же не серебра не серебра просто так называется на серебряной каждого из вас благодарю мои хорошие спасибо что вы у меня есть мои позитивчики каждому каждому из вас я благодарна я многих своих постоянных зрителей которые комментируют уже конечно же знаю по нику сразу многие ну на мои зрители в принципе знают что у меня на канале введена модерации и пока модератор не одобрит ваши сообщения они не выходят в эфир их не видят другие зрители но есть у меня такие зрители чьи комментарии сразу выходят в эфир они у меня одобрены изначально это мои постоянно постоянные зрительницы за которым я наблюдала не один месяц и вот они у меня одобрены естественно может быть когда-нибудь я перечислю этих зрителей вот спасибо вам мои хорошие спасибо за то что вы у нас есть спасибо за то что смотрите канал и мой и моих детей и наш точнее наших детей вам всегда огромное спасибо я стараюсь нести людям позитив потому что знаете наверное многие думают ой это фатима она вообще жизни ничего не понимает что она видит ни с кем она не общается никого она не знает да и так далее что она там видит не выходя из своего дома я много чего знаю но я такой человек я не считаю нужным распространять этот негатив который я знаю который я знаю о людях которые здесь живут русскоязычных якобы счастливых женщинах очень много истории которые ты знаешь лично знаешь людей так далее но зачем это все нести в массы зачем я человек такой который любит делиться только позитивом потому что этого негатива хватает вокруг мы почему-то видим не позитив по всем а негатив большинство людей так почему давить поэтому я стараюсь негатив весь весь убрать из своей жизни и делиться с вами только позитивом я вас благодарю искренне за то что вы приходите ко мне на канал за позитивом и несете мне этот позитив тоже приходите в кармашке с полным позитивом добром и теплотой ко мне и к моим детям и всей моей семье тоже огромное огромное вам спасибо наверное некоторые думают вот она читает наши комментарии даже не отвечает наверное и без разницы нет мне не без разницы я всегда говорю хороших добрых позитивных людей я ценю и всегда им рада всегда негатив я не люблю и я сама человек такой если мне кто-то или что-то не нравится я стараюсь исключить это что-то или кого-то из своей жизни просто обходить это стороной чтобы лишний раз не видеть это и не расстраиваться не раздражаться и так далее поэтому и если на мой канал заглядывает кто-то кто мне не нравится чей комментарий мне не нравится естественно это человек уходит в блок со всеми своими комментариями вот зачем лишний раз чтобы я или мои зрители видели эти творения лишний раз себе настроение портили зачем хватает этого всего дерьма и так вокруг если вы хотите его найти вот хотелось с вами поговорить об этом поблагодарить вас спасибо за то что вы у меня есть такие хорошие 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 кстати вчера ходила на маникюр и педикюр в измере но я ничего не снимала там процессе потому что на процессе очень сложно снимать тем более девочка работает на дому я не думаю что ей это было бы интересно и приятно чтобы снимали ее работу сделала на работу в объезде у нас идет ремонт сделала на работу просто идеально аппаратный маникюр какие она делает покрытие шелаком тоже это не реклама я ссылки ничего оставлять не собираюсь просто говорю я сделала без покрытия хотела чтобы ногти немножко отдохнули покрывать то я сама умею обычным лаком я шелаки не очень-то люблю один раз я сделала и опыт у меня был знаете я попала в роддом с этим шелаком потом его снять невозможно было и так далее да вот взяла маникюр почувствовала себя снова женщина все-таки для женщины очень важно когда у тебя ухоженные ногти и волосы когда у тебя в порядке если ты чувствуешь себя с теми волосами которые у тебя на голове данный момент женщина и красиво женщины это просто супер это просто супер я кстати чувствую себя с этими волосами очень красиво я довольна собой здесь что каждая из вас которая смотрит меня тоже довольна собой я на это очень надеюсь вот так вот мои хорошие так что вместите позитив сколько позитива вы будете нести столько позитива вы будете обратно получать так всегда было будет и есть с чем вы идете к духу к людям это вам и будет возвращаться знаете я еще что заметила если вы своей жизни чего-то очень очень сильно захотите это обязательно сбывается обязательно только нужно это очень сильно захотеть не мечтать об этом не знаю не знаю не знаю рассказать или нет давайте расскажу все таки давайте все таки расскажу раз пошло такое дело года три наверно назад до 3 года назад получается в январе будет три года я делала карту желаний до я человек такой который не суеверный него что не верю во всевышнего да но что-то вот знаете когда вы чего-то очень сильно хотите и просите у всевышнего вы хватаетесь за каждую зацепку чтобы это получить когда я хотела очень детей я просила детей везде у кого только можно мне неважно было хваталось за все вот и а сделала карту желаний скажу вам честно то что было в этой карте желаний начинает исполняться но эту карту желаний куда-то дели пока я была в дагестане я ее найти не могу и чувствую что дальше то что там было не сбудется потому что она ее нет перед моими глазами она должна быть моими глазами кто читал или дел как тоже ланина это что такое я делала и самое главное что было в этой карте желаний это дети мальчик и девочка они были одного возраста я таких подбирала почему-то когда вырезал ее журнал вырезала и получил что они 1 возраста мальчики девочка вот так вот у меня и будет мальчики девочка одного возраста а так я всю жизнь всю жизнь сколько себя помню я представляла свое будущее не мечтала а именно представляла свое будущее с двойней с мальчиком и с девочкой с двойней с мальчиками с девочкой я прилетала в свой родной дагестан из-за границы почему-то я знала вот я не откуда но я знала что такое вот у меня будет в будущем что я буду именно с двойней нам возраста с мальчиками с девочкам с мальчиком с девочкой прилетать в дагестан так что знаете ваши мысли материально материализуется точнее материально материализуется вы представляете не мечтать ой как бы я хотела что было так нет каждый наверное из нас представляет свое будущее я представляла вот так вот и и что у меня два подарка два самых ценных подарка это самое ценное что есть в моей жизни поэтому представляете представляете но представляете так как будто вы это уже имеете как будто это уже есть вашей жизни и она обязательно будет какими путями вы дойдете до этого получится это это не важно не важно главное чтобы это было у вас но конечно это каким путем я не имею ввиду что потом я не знаю переступая через головы там так далее нет нет всевышний навсегда дает знаете несколько путей нас в принципе судьба наша уже когда мы родились уже судьба наши написаны но всевышний дает нам несколько путей вот того несколько путей как мы дойдем до той цели до того что мы хотим получить как бы я желаю что-то дает нам несколько путей вот какой мой путь вы перемета уже вот от нас зависит от нас именно от человека всевышний нам дал выбор а вот каким вот именно из этих трех или четырех или пяти выборов ты воспользуешься вариантом воспользуешься это уже вот твои тела что как-то я сумбурно объяснил я не знаю но кому надо наверное тот поймет вот так вот мои хорошие как всегда у меня там пленочка вон он сушится видите на пеленочку все закрываясь всем всего хорошего мои мои хорошие позитивчики еще раз я вас благодарю спасибо за то что вы у меня есть я периодически снимаю такое видео чтобы мои зрители мой зритель положительный зритель не думал что я не замечая их я все прекрасно замечаю все замечаю каждого кто мне пишет особенно о моих детях кто пишет хорошие я конечно замечаю конечно же замечаю и знаете для каждой мамы это каждое слово хорошие которые сказано об их детях это дорогого стоит потому что женщина знает я мамы нет ничего дороже ее детей и когда говорят хорошее об ее детях что может ладно всем пока любви счастья здоровья и пальчик вверху моему видео пока пока